Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного в студии Геннадий Рузов. И вначале, по традиции, короткий обзор основных его тем. Во дворце спорта и бассейне хозяйничают строители. Когда туда вернутся спортсмены? Претензии пока по дворцу спорта остаются к подрядчику. Замечания есть. Не могу сказать, что они несут какую-то угрозу по качеству. Они все устранимые. В игре научить детей сообща преодолевать препятствия, чтобы потом, став взрослыми, они смогли применить полученные навыки при решении личных и общегородских задач. Мы учимся быть командой и дружно выполнять задания. Просто сначала кто-то не умел, а потом уже научились. Гуляя по городу или спеша на работу, следует внимательно смотреть под ноги. Есть места опасные для обуви и здоровья. Смотреть это мало. Нужно делать здесь. Здесь невозможно ходить. Или плитку убрать ее тогда совсем, чтобы мы здесь не ходили. Или что-то нужно делать. Какой-то ремонт нужно произвести. А теперь подробнее об этих и других событиях городской жизни. Продолжается капитальный ремонт кровли Дворца Спорта. Особое внимание уделено качеству кровельного материала. Отремонтированная с его помощью кровля должна будет прослужить несколько десятков лет. Следующим спортивным объектом, на котором ремонтируют крышу, является 25-метровый городской бассейн. Глава администрации Заречного Вячеслав Гладков проконтролировал ход работ. Успеют ли сдать объекты к началу сезона, узнала Наталья Елистратова. Немного задержались, но на то были причины. Дождливая погода нарушила планы подрядчиков, которые выполняют ремонт крыши городского Дворца Спорта. Поэтому срок сдачи объекта пришлось отложить. На Дворце Спорт сейчас на стадии завершения работы. Там порядка где-то 95% у них выполнены работы. Есть проблема, когда у нас был дождик, протечка была в помещении внутрь. То есть после того, как работы будут покровлены и завершены, данные работы по устранению недостатков будут в компании также проведены. После этого только мы будем осуществлять приемку на объекте. Качество выполнения ремонтных работ в ходе выездного совещания оценил глава администрации Заречного Вячеслав Гладков. По словам мэра, серьезных претензий к подрядчикам нет. Есть моменты, которые требуют доработки. Претензии пока по Дворцу Спорта остаются к подрядчику. Замечания есть. Не могу сказать, что они несут какую-то угрозу по качеству. Они все устранимы. Письменные претензии Управление капитального строительства выставило подрядчику из города Саратова. И могу сказать, что подрядчик реагирует. Хотелось бы, конечно, больше оперативности по сокращению сроков реагирования. При ремонте крыши городского Дворца Спорта используется современный вид кровельного покрытия. Материал отличается устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и продолжительным срокам службы. Еще раз убеждаюсь, что был правильно выбран материал или вид кровли, мембранной кровли, которая позволяет сразу нам не только сократить затраты, потому что при укладке данного вида кровли не нужно снимать старые слои. Это кровли, к которой при ремонте укладывается утеплитель. То есть мы решаем еще сопутствующую большую задачу утепления кровли. Она ремонтно пригодна, достаточно оперативна. И срок службы, конечно, выше, чем у наплавляемых материалов. Такой же материал используется при ремонте крыши городского бассейна. Но здесь работы только начались. Если говорить сухим языком цифр, то сделано всего 15%. Здесь есть определенные технологические сложности, связанные с наличием специальных фонарей, которые обеспечивают дополнительное освещение в залах, где занимаются спортсмены. И все же ремонт кровель Дворца спорта и городского бассейна планируется завершить в середине августа. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Глава администрации Вячеслав Гладков провел прием граждан по личным вопросам. С различными просьбами к мэру обратились 6 человек. Горожане жаловались на подростков, которые шумят в вечернее время. Например, на стадионе 221-й школы постоянно собираются молодые люди, распивают спиртное и даже ездят по футбольному полю на скутерах. Вячеслав Гладков поручил специалистам администрации в течение трех дней разобраться с ситуацией. Комиссии по делам несовершеннолетних провести работу с подростками. Жители дома с улицы Зеленой пришли просить помощи в разрешении конфликта с соседкой, чьи собаки доставляют много проблем окружающим. Члены ТСЖ одного из домов на Ленина недовольны работой управляющей компанией. Работница медико-санитарной части обратилась по жилищному вопросу и трудоустройству на лето сына студента. Часть вопросов глава администрации решил на месте. Например, молодой человек поработает в августе в ЖСКХ, по другим дал поручение специалистам. В Заречном появится «Сад поколений» – так называется проект Городского совета ветеранов. Он стал возможным в результате победы зареченцев в конкурсе, который провел Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз». Цель конкурса – выявление и поддержка лучших социальных проектов на тему улучшения городской среды. Было подано 33 заявки. Грант получил Совет ветеранов Заречного. Его члены приступили к первому этапу реализации своего проекта. Сейчас они благоустраивают территорию у комплексного центра общественных организаций «ЛАД». Именно там базируются все ветеранские организации города. Подробнее о проекте «Сад поколений» в репортаже Ксении Тризны. У комплексного центра общественных организаций «ЛАД» кипит работа. Члены ветеранских организаций города готовят площадку под цветники. Необходимо приготовить участок, пока что приготовить участок под посадку. А потом уже займемся посадкой. Будем то, что по возможности, какие нам выделят деревья, цветы или что, это мы будем уже осенне как бы облагораживать в осень территорию. Посадочный материал закуплен на средства гранта. Проект Городского совета ветеранов «Сад поколений» принял участие в конкурсе, который проводил Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз». Конкурсная комиссия рассмотрела 33 заявки. Зареченская инициатива получила финансовую поддержку. Мы будем делать цветочные клумбы, будем производить посадку туй. Вот как мы увидим центральный вход этого здания, насыпные валы мы будем засаживать зелеными газонами. Зареченские ветераны приступили к первому этапу работ. Трудятся дружно и слаженно. Тут участок небольшой, а силы у нас есть. Было бы еще лучше, если бы мы с самого весны проделали. То есть мы бы к этому моменту уже, у нас результат получился бы. Пока ветераны разбивают клумбы, собираются высаживать декоративные растения. Зимой они будут ухаживать за рассадой, готовить посадочный материал для сада поколений. Такое название выбрано не случайно. Проект благоустройства должен стать еще одной ниточкой, которая свяжет пожилых и юных горожан. Мы хотим привлечь сюда молодежь, школьников, для того, чтобы они участвовали в реализации нашего проекта и в развитии в дальнейшем вот этой вот территории, прекрасного, думаю, сада, который у нас здесь будет. Грантовая поддержка рассчитана на 12 месяцев. Ветераны планируют показать свой сад поколений всем жителям города в 2017 году. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Летним днем всегда приятно окунуться в прохладную воду и спрятаться от жары. Однако зачастую люди забывают о мерах безопасности и купаются в непредназначенных для этого местах. Чем грозит купание в сомнительных водоемах, пыталась выяснить Ксения Тризна. Вместе с членами межведомственной комиссии она отправилась в рейд по городским водоемам. На городских пляжах представители комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудники Управления гражданской защиты. Они проводят профилактический рейд, проверяют, не нарушаются ли в зонах отдыха правила купания. Дети младше 18 лет должны быть на пляже под присмотр взрослых, заходить в воду в специально отведенных для этого местах, не заплывать за буйки. В противном случае законам предусмотрены меры наказания. Административная ответственность в виде административного штрафа у нас сумма от 100 до 500 рублей. К данной ответственности могут быть привлечены несовершеннолетние, старше 16-летнего возраста. Все остальное относится к категории дел, связанных с ненадлежащим исполнением родителей обязанностей по воспитанию. Участники рейдов проводятся отдыхающими беседой, еще раз напоминают им правила безопасности. Такие профилактические мероприятия проводятся регулярно. Запланировал 2-3 раза еженедельно, с учетом различных дней недели и времени проведения подобных профилактических мероприятий в целях исключения возможности, чтобы подобные мероприятия проводились в одно время и, скажем так, в один день. Так представителям комиссии по делам несовершеннолетних удается получить максимально объективное представление о ситуации на прудах. В этот раз нарушений во время рейда выявлено не было. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадио, компания «Заречный». Подробно о безопасности на городских водоемах мы поговорим с Дмитрием Боровковым, заместителем начальника службы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Управления гражданской защиты «Заречного». Мы ждем его в нашей студии после информационного блока. А пока продолжим. Привычный путь домой чуть не обернулся больницей для пенсионерки. Жительница «Заречного» не заметила торчащую из земли арматуру и повредила ногу. Где в «Заречном» находится небезопасная дорожка, узнала Анна Литвинова. Как добраться до дома в целости и сохранности? Таким вопросом, который год задаются жители города, которым изо дня в день приходится ходить по дорожке от ЗАГСа к детской поликлинике. Неровные раздробленные плиты, торчащие из земли ржавые арматуры становятся настоящим препятствием для пешеходов. Люди не раз спотыкались, падали и раздирали ноги о железные прутья. На этот раз жертвой опасной дороги стала пенсионерка Тамара Аверьянова. Здесь вот вся выбита арматура, и я на нее налетела. Я не видела просто, вот чисто случайно, ну просто не заметила. И вырвала клок на пальцы. Здесь постоянно внучка упала, вот прямо-таки буквально позавчера упала внучка. И муж взял, отломал там эту металлическую. Мы сами ее выламали даже, был момент такой. Если днем и возможно разглядеть препятствия под ногами, то ночью люди буквально идут на ощупь. Дело в том, что путь через двор не освещается. Идешь ночью, и когда днем идешь, все равно это вот место, травмоопасное место обходишь, потому что очень боишься. Я смотрела, вот обходят это место и стараются вот по чистому асфальту идти. Плиточной дорожке почти 30 лет. Каждый день по ней ходит множество людей в поликлинику, детский магазин и торговый центр. Естественно, за столько времени дорожка пришла в негодность. Здесь невозможно ходить. Или плитку убрать ее тогда совсем, чтобы мы здесь не ходили. Или что-то нужно делать. Какой-то ремонт нужно произвести. После случившегося Тамара Ивановна обратилась в КБУ с просьбой посмотреть состояние плиточной дороги и принять меры. Там обещали приехать и разобраться. Прошла уже неделя, а жители все так же продолжают обходить торчащие железные прутья. Анна Литвинова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Не открою ничего нового, сказав, что любую задачу можно решить сообща и при доброй воле. Будь то вопросы жилищно-коммунального хозяйства или внутри дворовых территорий, которые находятся в компетенции собственников жилья, будь то работа предприятий или общественных объединений. Следует сказать, что в «Заречном» муниципальная власть стремится активизировать участие горожан в развитии города. Примеров тому много, и мы практически каждый выпуск о них рассказываем. Хорошо, когда люди умеют работать в команде. А если нет? Бизнес-инкубатор «Импульс» начал реализовывать проект, благодаря которому дошкольники и младшие школьники получат навыки совместной работы. Это им пригодится и в школе, и во взрослой жизни. Тренинги проходят в игровой форме. Что получается у малышей, а что нет? В репортаже Натальи Елистратовой. Работать в команде оказалось не так-то и просто. Зареченские дошколята учились принимать совместные решения и действовать сообща на специальном тренинге, который для них подготовил бизнес-инкубатор «Импульс». Перед ребятами стояли несложные задачи, справиться с которыми они должны были при определенных условиях. Сегодня запрещены две вещи. Говорить, ты дурак. И все из-за тебя. Понятно? Да. Вот сейчас все испытания вы проходите и учитесь договариваться, понимать друг друга и ни в коем случае не обзываться. Управлять своими эмоциями у ребятни не очень получалось. Дети старались быстрее пройти очередной этап игры, чтобы заработать победные баллы. Но в спешке дело не очень ладилось. Убери руку иначе. Давай, перестаньте. Давайте. Давайте. Аааа. Почти. Назад. Мы учимся быть командой и дружно выполнять задания. Просто сначала кто-то не умел, а потом уже научились. Тренинг по командообразованию – это одно из мероприятий в рамках работы, которую проводит бизнес-инкубатор «Импульс» с юными зареченцами. Такие занятия проводятся с детьми разного возраста – от дошкольников до старшеклассников. Что-то у нас получилось, что-то не получилось. Вы видели, что ребята иногда даже нервничали, иногда даже они там, может быть, друг другу что-то говорили, но тем не менее задача была простая. Создать такие условия, чтобы дети коммуникацировали, чтобы они нашли способ решения поставленной задачи, ну и, собственно, как-то договорились. Работа с молодежью в бизнес-инкубаторе «Импульс» выстроена в систему. Мобильный городской бизнес-лагерь ориентирован на детей дошкольного и младше школьного возраста. Со старшими школьниками основной упор делается на бизнес-марафон и проект «Свое дело». Также проводятся различные краеведческие квесты на знания и истории родного Заречного. Наталья Елестратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Начальник департамента образования города Заречного Елена Аникина провела совещание с руководителями школ и детских садов города. Был заслушан доклад директора комбината школьного питания Натальи Корольковой по основным направлениям работы предприятия. На совещании обсудили вопросы, связанные с перезаключением договоров на обслуживание и необходимостью приведения их к единообразию. Было очень много предложений, какие пункты включить либо убрать. С нашей стороны предложение такое – разработать единую форму, потому что сейчас, как мы выявили, это практически у нас больше 20 объектов и порядка 10 видов договоров, у которых прописано одно, у других – другое, у третьих – третье и вообще просто каша. Поэтому мы предлагаем единую форму, единую пакуанку, в которой пропишем основное – ремонт пищеблоков, дезинфекции, дезинфекции, вывоз мусора, все-все, вот основные. А уж если у нас какие-то есть индивидуальные вещи, мы пропишем отдельно, это уже будет только соглашение, вот в основной форме договора. Были также рассмотрены вопросы, связанные с передачей помещений пищеблоков, их ремонтов, санитарной обработкой, обеспечением спецодеждой работников кухни и поставщиков продуктов. Директор комбината школьного питания Наталья Королькова заверила, что к первому сентября все школы будут обеспечены двойным комплектом посуды. В планах предприятия – реализация проекта «Кулинарная школа» с мастер-классами для детей, подготовка прайс-листа с блюдами для проведения дней рождения в детских садах. Презентации блюд коммерческого меню будут проведены с 20 августа на родительских собраниях. 350 участников собрал Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский Артек». Молодые учителя, классные воспитатели, методисты, старшие вожатые из всех регионов России приехали в Калининградскую область. Пензенскую губернию и наш город на форуме представляет методист информационно-методического центра системы образования Заречного Евгений Шелковой. Основная тема «Балтийского Артека» – развитие общественно-государственной организации «Российское движение школьников». Она создана в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Учредительное собрание состоялось 28 марта 2016 года в Москве. Цель российского движения школьников – совершенствование государственной политики в области воспитания детей и содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. На форуме «Балтийский Артек» обсудят возможности и способы развития этой организации в регионах и муниципалитетах по всей стране. По всей России определены пилотные школы. Здесь есть оба таких школ 10. Одна из них – это школа номер 221. 1 сентября, как пилотная школа, в этой школе должны начаться движения по работе российского, организации российского движения школьников. И теперь информация для дачников. С 1 августа изменится график движения общественного транспорта до садоводческих обществ. В связи с сокращением светового дня последний автобус из коллективных садов будет отправляться в 19.00. После выпуска новостей смотрите на нашем канале программу «Вопросы есть». Одна из тем выпуска – составление базы данных с номерами велосипедов-зареченцев. «Отрабатываем, переписываем номерные детали данных велосипедов для того, чтобы сверить со своими базами данных и для того, чтобы пополнить наши имеющиеся базы данных. Плюс еще в процессе профилактики хищения велосипедов высветилась такая проблема. У нас, допустим, из 25 возбужденных уголовных дел на территории нашего обслуживания только по одному велосипеду был заранее известен номер данного велосипеда. То есть, понимаете, да? Полный ответ начальника межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО город Заречный Анатолия Еремеева смотрите в программе «Вопросы есть». Кроме этого, сегодня специалисты городских предприятий и организаций расскажут о порядке получения единовременной выплаты из средств материнского семейного капитала, о состоянии воды в водоемах зон отдыха Заречного и ответят на другие вопросы горожан. Смотрите программу «Вопросы есть» сразу после выпуска новостей на канале Заречный. Сейчас мы прервемся, а после короткой рекламы поговорим о безопасном отдыхе на воде. Будет полезно и, надеюсь, интересно. Смотрите в среду в 20.00. Мемориальная компания «Феникс». Память, воплощенная в камне. Памятники от 6.000 рублей. Телефон 252190. В оптика «Пенсне». За одни хорошие очки, вторые в подарок. Одна покупка, два имиджа. Осталось всего 150 подарочных очков. Подробности у консультантов. Водитель, помни, проезжая часть не только для автомобилей. Остановись перед зеброй и пропусти пешеходов. Ведь жизнь и здоровье людей важнее твоего сэкономленного времени. Не торопись. Пропусти пешехода. Он тебе доверяет. Редактор субтитров А.Семкин Мы продолжаем. Сейчас мы подробно поговорим о безопасном отдыхе на городских водоемах. Разобраться, что можно, а что нельзя делать у воды и в воде, нам поможет Дмитрий Боровков, заместитель начальника службы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Управления гражданской защиты Заречного. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Здравствуйте. И в начале нашего разговора я хотел бы, чтобы вы дали оценку двум первым месяцам лета с точки зрения безопасности на воде. Ну, с точки зрения безопасности эти два месяца прошли у нас достаточно благоприятно. Главная задача наша, что в период купального сезона мы не допустили никаких несчастных случаев. Как вы думаете, с чем связана вот такая положительная оценка? Ну, я полагаю, что эта положительная оценка связана с тем, что все силы средств, которые заняты в обеспечении безопасности, они работают все-таки с полной отдачей. И не первый год. Да, и не первый год. И профессионалы. Согласен, да. Скажите, пожалуйста, вот сегодня в нашей программе был репортаж о рейде межведомственной комиссии. Вот давайте напомним телезрителям, кто вообще занимается обеспечением безопасности на воде и о каких-то результатах этого рейда с точки зрения управления гражданской защитой. Ну, основную работу в обеспечении безопасности граждан, находящихся непосредственно на пляжах, занимаются матросы-спасатели Кабината благоустройства города. Далее им оказывается содействие непосредственно наше управление гражданской защитой. Мы ежедневно в период работы пляжей проводим профилактическую работу как с гражданами, подсказываем самим матросам-спасателям, на что обратить внимание. Впоследствии позже уже туда приезжают наши профессиональные спасатели, которые тоже проводят профилактическую работу. В этой же работе занята вся система профилактических городов. Как вы сегодня отметили, да, проводился межведовственный профилактический рейд. Одной из основных задач, которая была выявление и пресечение каких-либо правонарушений и проведение, взятием порядка, профилактической работы с гражданами, связанной, как вы и сказали, что можно, что нельзя делаться на пляжах. Граждане идут на контакт? Я, знаете, обратил внимание, что они довольно-таки очень благосклонно и с пониманием относятся к нашим рекомендациям, с нашим разговором, и к нашим беседам. Скажите, пожалуйста, как должны вести себя участники, вот горожане на воде, у воды, отдыхая на пляже, с детьми или без детей? С вашего позволения, перефразировал бы этот вопрос, озвучил бы вот так, а что конкретно нельзя делать на воде, либо находясь возле людей, в том числе с детьми. Ну, в первую очередь, я бы говорил, что не быть самонадеянным, быть абсолютно верным в своих силах, что вы можете, в том числе, переплыть этот водоем и неоднократно. Само собой, ни в коем случае нельзя находиться на пляжах в состоянии опьянения. Если вы находитесь с детьми, то в обязательном порядке следите за своими детьми, где они находятся и что они делают, и ни в коем случае не оставляйте их без присмотра. Купаться только в строго отведенных для этих местах, потому что до начала купального сезона все эти места были неоднократно обследованы, все посторонние предметы со дна были убраны, дабы наши отдыхающие могли быть уверены в своей безопасности на воде. Ну, в принципе, вот эти основные правила, которые могут позволить безопасно находиться на берегу. А есть ли в Заречном места запрещенные для купания? И как определить? Да, у нас на всех водоемах стоят знаки в тех местах, где разрешено купание. То есть, как я уже проговорил, мы за эти места отвечаем, мы их обследовали. Кроме этого, стоят запрещающие знаки, где конкретно говорят, что вот в этих местах или на расстоянии от этого знака вправо-влево купание запрещено. То есть, там есть опасные предметы. Это и пеньки, это и коряги. И просто это дно очень опасно может резко уходить. Давайте напомним горожанам о графике работы спасателей. И как их найти на пляже? Что делать в чрезвычайной ситуации горожанам? Матросы-спасатели находятся на отведенных местах рядом со своими помещениями. В месте, где они находятся, стоят опознавательные знаки, флаги. На них в обязательном порядке должны быть одеты опознавающие тоже майки в настоящее время. Это майки оранжевого цвета с надписью «Спасатель». Если что-либо произошло, и жители считают необходимым это довести до спасателя, то они, в принципе, могут подойти к этому помещению, либо непосредственно к этому лицу и сообщить о том, что они считают необходимым. График работы пляжей определен по основлению администрации с 9 утра до 20 часов. Расскажите, пожалуйста, о ситуации вообще в Пензенской области. Вы владеете информацией? Да, мы ежедневно отслеживаем ту ситуацию, которая происходит в области. К сожалению, на сегодняшний день имеется более 40 трагических случаев на водоемах области. Погибло более 40 человек. из них трое ребенка. Также хочу обратить внимание жителей города, что по всей области допущено к эксплуатации всего лишь 10 пляжей, из которых два в городе Заречном. Это говорит о том, что администрация очень серьезно, скрупулезно относится к безопасному отдыху наших граждан. Скажите, пожалуйста, мы в своих программах часто называли основные причины гибели людей на воде. я думаю, не лишним будет напомнить. Да, я считаю это не лишним. Это, как уже я говорил, самонадеянность на свои силы. Это купание в состоянии опьянения, купание в неустановленных местах. Когда закроется купальный сезон? С началом учебного года 1 сентября. Дмитрий Геннадьевич, скажите, пожалуйста, спасатели проходят ли какую-то учебу и принимают участие в этом управлении гражданской защиты? Матросы-спасатели комбината благоустройства в обязательном порядке, перед тем, чтобы заступить на эту, назовем так, службу, они в обязательном порядке прошли обучение в Пензе в специальном центре, что подтверждается их сертификатом, что они допущены до проведения спасательных работ именно на пляжах. Кроме этого, управление гражданской защиты в течение купального сезона дважды проводились так называемые учения по спасению граждан на воде, которые проводились как в зоне отдыха лесная, так и в зоне отдыха солнечной. Граждане это наблюдали, видели. В этих учениях непосредственное участие принимали сами матросы-спасатели. В результате этого обучения, которое прошли матросы-спасатели и проводимых этих учений, мы имеем тот факт, что наши матросы-спасатели спасли мужчину, который терпел бедствие на воде, то есть попросту говоря, тонул. Да, он находился в состоянии опьянения, они оказали ему помощь, вытащили его на берег, своевременно была вызвана скорая медицинская помощь, в результате человек остался жив. Ну что ж, Дмитрий Геннадьевич, я благодарю вас за участие в нашей программе, спасибо за исчерпывающие ответы и надеюсь, что остаток лета пройдет безопасно. Спасибо, мы тоже на это надеемся и будем стараться. Напоминаю, у нас в гостях теленачальника службы по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления гражданской защитой города Заречного. Мы говорили о безопасном отдыхе на городских прудах. Завершит наш выпуск прогноз погоды, из которого вы узнаете, готовить ли на завтра купальные костюмы. А я прощаюсь с вами, всего доброго. Спонсор прогноза погоды компания «Ремстрой». Ремстрой Субтитры создавал DimaTorzok